Добро пожаловать в клубы любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Лютер. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Настоящий детектив. Сериал 2014 года. Главные герои – два детектива. В 2012 году в штате Луизиана повторно открывается дело о серийном убийстве в 1995 году. Детективы познакомились 17 лет назад, когда началось расследование, и с тех пор вместе охотились за убийцей. Повествование будет вестись как в наше время, так и откатиться назад, в середину 90-х. Убийство 2011 года. Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения, детективах, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет. И хотя персонажи думают, что они продолжают жить дальше, их прошлое еще не оставило их в покое. Шерлок 2010 года. События разворачиваются в наши дни. Он прошел Афганистан, остался инвалидом. По возвращении в родные края встречается с загадочным, но своеобразным гениальным человеком. Тот в поиске соседа по комнате. Лондон, 2010 год. Происходят необъяснимые убийства. Скотланд-Ярд без понятия, за что хвататься. Существует лишь один человек, который в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы. Менталист, 2008 года. Патрик Джейн детектив и независимый консультант из Калифорнийского бюро расследований. Он использует свои отточенные как лезвие навыки наблюдения для раскрытия тяжких преступлений. В самом бюро Джейн известен за частое нарушение протокола, а также за его звездное прошлое. Он работал медиумом, однако теперь сам признает, что симулировал паранормальные способности. Декстер, 2006 года. Я Декстер, Декстер Морган. Я работаю субмедэкспертом в полиции Майами. Я не понимаю любви. Мне безразличен секс. У меня нет чувств. А еще я серийный убийца. Мой отец был полицейским и прекрасно обучил меня прятать улики. Обычным гражданам не стоит меня бояться. Я убиваю только преступников, подонков, до которых почему-то еще не смогла или не захотела добраться полиция. Я убиваю их, аккуратно распиливаю на части и избавляюсь от трупов. Убийство для меня творческий акт, искусство. Но однажды в Майами появляется некто, равный мне, даже превзошедший меня, сумевший меня заинтересовать, предложивший мне своего рода товарищеское состязание. Кто этот загадочный и неуловимый Икс? Доктор Хаус 2004 года Сериал рассказывает о команде врачей, которые должны правильно поставить диагноз пациенту и спасти его. Возглавляет команду доктор Грегори Хаус, который ходит с тростью после того, как его мышечный инфаркт в правой ноге слишком поздно правильно диагностировали. Как врач Хаус просто гений, но сам не отличается проникновенностью в общении с больными и с удовольствием избегает их, если только есть возможность. Он сам все время проводит в борьбе с собственной болью, а трость к его руке только подчеркивает его жесткую, ядовитую манеру общения. Порой его поведение можно назвать почти бесчеловечным, и при этом он прекрасный врач, обладающий нетипичным умом и безупречным инстинктом, что снискало ему глубокое уважение. Будучи инфекционистом, он еще и замечательный диагност, который любит разгадывать медицинские загадки, чтобы спасти кому-то жизнь. Если бы все было по его воле, то Хаус лечил бы больных, не выходя из своего кабинета. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч.